Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте! Это видео для библейского портала экзегет.ру. И завершая разговор о книге пророка Исаия Вавилонского, мы обратимся сейчас к последней 66-й главе. 66-я глава содержит еще раз повторяемое откровение о том, что Бог бесконечно больше и выше этого мира. Так говорит Господь, небо престол мой, земля подножия ног моих. Звучат эти слова в контексте, по-видимому, начавшегося возвращения в Иерусалим. И те, кто там уже двинулись или только собираются войти в караван, идущий в Иерусалим, конечно, задумываются о восстановлении храма, о строительстве храма. Мы чуть позже увидим в книге пророков Захарии и Второзахарии дискуссию на эту тему. Вот здесь же у Исаия Вавилонского Господь говорит, земля подножия ног моих. Где вы поставите дом для меня и где место покоя моего? Если вот все это, всю эту землю, всю бесконечность этого мира сотворила рука моя. Именно к людям, которые думают о восстановлении храма, культа, религии, вот этого вот всего, что нужно им, а не Богу. Вот им Господь говорит, ну куда, какой дом для меня? Посудите сами, когда меня небо не вмещает и небеса небес. Господь говорит, а вот я на кого призрю, вот на кого я призрю. То есть предполагается-то иудеями, видимо, религиозно озабоченными всякими там профессиональными верующими, священниками, левитами, предполагается, что они построят храм, и тогда Бог призрит на свой народ и будет там благословлять и милосердовать. А Бог говорит, нет, не на это. Вот на кого я призрю, на смиренного и сукрушенного духом, на трепещущего перед словом моим. Когда Господь Иисус говорит Смарянке о том, что наступают дни, когда ни на той горе, ни на этой будете поклоняться Богу, но поклоняющиеся Ему будут поклоняться в духе истине, весьма возможна эта отсылка вот к этим словам. Когда Господь говорит о нищих духам, это тоже весьма возможна отсылка к этим словам. Вот на кого я призрю, на смиренного и сукрушенного духом, на трепещущего перед словом моим, над тем, кто хранит верность слову Господнюю и пытается его исполнить. Дальше удивительные на самом деле слова. Беззаконник же, закалывающий вола, то же, что убивающий человека, приносящий агнца, то же, что задушающий пса. И они избрали собственные свои пути, и душа их находит удовольствие в мерзостях их. Господь говорит о том, что на самом деле, знаете, вот жестокость, в том числе в жертвоприношениях, во всех вот таких вот религиозных вещах, это признак какой-то душевной, духовной ущербности. Ущербности, понимаете, это не от правды Божьей жестокость в религиозных каких-то практиках и воззрениях. Но они избрали собственные пути их, и душа их находит удовольствие в мерзостях их. Это речь все как с начала главы про храм, который проектирует восстановить. Господь говорит, избрали собственные пути свои. Им нравится, находят удовольствие в мерзостях. Вот все вот это вот, что там должно происходить, какие-то потоки крови, жертвоприношения, вот это вот все. Это не то, что Бог хотел бы увидеть, и не то, на что Он презирает. И об этом Господь говорит тоже пугающе, но потрясающие, тем не менее, слова. Он говорит, я звал, и не было отвечающего. Говорил, они не слушали. Вот люди устраивают себе вокруг откровения о Боге, устраивают себе религию. Очень развитую, многокомпонентную, глубокомысленную, со сложными практиками, очень требовательную, жестокую, где там нужно себя и других угнетать и все такое прочее. Но это потому, что мы не слышим, что Бог говорит. Мы хотим устроить, так сказать, взаимоотношения с Ним по собственному разумению. Я звал, и не было отвечающего, говорил, и они не слушали. И поэтому Бог... Да, и говорит, делали злое в очах моих, избирали то, что не угодно мне. Поэтому вот выслушайте Слово Господне, те, кто действительно трепещут перед Ним, те, кто смиренные, сокрушенные духом, трепещущие перед Словом Божьим. Вам говорили, пусть себя явит Господь в славе, а мы посмотрим на веселье ваше. Ну, как у креста, говорили Господу Иисусу, пусть сойдет с креста, и мы уверуем. Значит, те, кто слушают Господа и смиренно трепещут перед Словом Его, вот они становятся избранными Богом. И Господь, правда, говорит о том, что не бывает ничего в одночасье, еще не мучилась родами, а родила. Не бывает, чтобы страна возникла в один день, и народ рождался в один раз. Тем не менее, давая силу родить, я не заключу утробу. Господь говорит о том, что вот эти, может быть, немногочисленные люди, трепещущие перед Словом Бога, станут зерном будущего, зерном настоящей жизни, зерном настоящего поклонения Богу. Возвеселитесь с Иерусалимом, радуйтесь все любящие его, потому что Господь говорит так, «Я направляю к нему мир, как реку». Мир, который, конечно, можно перевести как покой в данном случае, «Как утешает кого-либо мать его, так я утешу вас». Господь призывает, таким образом, свою паству в народе Божьем не смущаться и не пугаться и не вестись на манипуляции тех, кто неверен, тех, кто пытается подменить веру религией, заметьте. Вот. «Потому что рука Господня откроется рабам его, а на врагов своих он разгневается». Господь придет в огне и произведет суд над всякой плотью. И это, в общем, неизбежно. Господь придет в огне. Он будет присутствовать посреди нашей жизни, в нашем нравственном выборе. Дальше Господь говорит, «Я знаю деяния их и мысли, знаю, что у людей в голове и в сердце, поэтому вот я приду собрать все народы». Все народы. «И они возвестят народам славу мою». Иудии, верные Богу, те, кто понадеялись на него, те, кто взялись с трепетом исполнять Слово Его, и в доверии вышли из Вавилона в Иерусалим. Вот они в конце, когда Бог соберет все народы, будут свидетельствовать о славе Божьей, о том, что действительно Бог привел людей в Иерусалим и избавил их. И дальше снова, в общем, апокалиптическая нота в последних стихах книги, Господь говорит, «Представят всех братьев ваших от всех народов в дар Господу на святую гору мою». Все придут поклониться Богу. И из них, из иных народов тоже. «Буду брать священники и левиты», говорит Господь, «До сих пор священники и левиты – это потомки Аарона, строго определенное колено сынов Израилевых, и только они могут служить Богу и приступать к ковчегу Завета. Теперь, говорит Бог, когда свидетельство израильтян будет дано и принято всеми народами, из всех народов будут приступать к служению Господу, потому что новое небо и новая земля всегда будут перед лицом моим. И теперь всегда всякая плоть будет приходить перед лицом моим на поклонение. Всякая плоть будет приходить перед лицом моим на поклонение». Вот, собственно, задача, на будущее, задача, ради которой совершает Бог избавление Израиля. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok